Добрый вечер, друзья! Вы на канале врача-психиатра-доктора Джорджа Горбатова. Сегодня у нас уже 23 октября 2023 года, понедельник, местное время 20 часов 41 минута, киевская и московская 21 час 41 минута. Я продолжаю чтение очередной главы из книги Семена Исидоровича Консторума под названием «Опыт практической психотерапии» издательства Министерства здравоохранения РСФСР под редакцией профессора Н.В. Иванова и доктора меднаук Д.Е. Мелехова. Издание «Второе. Москва. 1962 год». Сегодня я планирую вам и зачту восьмую главу этой книжицы под названием «Ипохондрический синдром». Итак, начинаю чтение. Замечания, сделанные в голове о навязчивости относительно тяжести тех случаев с обсессивным синдромом, какие попадают в поле зрения психиатра, относятся, несомненно, и к больным с ипохондрическим состоянием. Это соображение необходимо предпослать проводимой ниже и сугубо предварительной попытке дифференцировать клинику ипохондрии в психотерапевтическом плане. Первое. Острые или подострые, реактивно возникающие ипохондрические состояния. Сюда же относятся более или менее чистые ятерогении. Последние, несомненно, лучше знакомы интернистам. Все эти случаи, как правило, доступны к психотерапевтическому воздействию. Второе. Ипохондрические шизофрении. Третье. Вегетативные дистонии соматопсихогенного происхождения. Постинфекционные, посттравматические, климактерические, иногда с ипохондрическим развитием личности. Наиболее, казалось бы, простым и ясным типом ипохондрических состояний являются ятерогенные реакции. То есть те случаи, где инадекватные ипохондрические переживания возникают в результате неосторожных или неправильно воспринятых замечаний врача. Это данные Бунке, Юве, Канабиха, вообще от соприкосновения несведущего лица с медициной. Речь идет об учебниках, психиатрии, энциклопедиях и так далее. Классическим примером таких состояний является ипохондричность студентов-медиков третьего курса. Или закон Джером Джерома в книге Троя «В одной лодке и собака». Не случайно, конечно, то обстоятельство, что особенно яркое отображение проблемы и отрогениево нашла в работе терапевта Р.А. Лурия. Смотри его книгу «Внутренняя картина болезни». Основной вопрос, возникающий перед психиатром в подобных простых случаях, заключается, конечно, в том, действительно ли они так просты в своем генезе, и не облегчается ли возникновение и отрогении каким-либо более глубоко лежащим неблагополучием, особенностей личности, характера, соматического склада и так далее. Поэтому кажущаяся ясность случая ни в коем случае не избавляет от обязанности самой тщательной и всесторонней соматической и психиатрической проверки его, чем в значительной степени обеспечивается и психотерапевтический эффект утешительного для больного заключения врача. Вообще же, в подобных случаях центр тяжести врачебного воздействия надо усматривать не столько в убеждении и разубеждении, сколько в категорическом наказе пациенту отказаться от каких бы то ни было специальных медицинских гигиенических мероприятий. Никаких медицинских советов. Это единственный в таких случаях психотерапевтический прием. Значительно больший интерес представляет для психиатра те, видимо, нечасто встречающиеся случаи острых ипохондрических вспышек, возникающих не в плане иатрогении, а скорее по типу каких-то своеобразных коротких замыканий, по типу глубинных, тимогенных, по гелиаровскому реакции. Таков, например, следующий больной М. 29 лет, аспирант кафедры философии, родом из физически и психически здоровой крестьянской семьи, энергичной, целеустремленной, общительной, с широкими научными интересами, перенес детские инфекции без осложнений, никогда по нервам не лечился. Последние месяцы подъемы температуры по вечерам, физическая слабость, утомляемость, пониженный аппетит. Интернисты подозревают сухой плеврит, туберкулезные теологии. Для уточнения диагноза больной направляется в терапевтическое отделение больницы, в стационаре температура нормальная, диагностируются остаточные явления плеврита. Обстановка палаты, исследования, расспросы врачей очень травмируют больного. На седьмой или восьмой день пребывания в больнице неожиданно умирает сосед по палате. Больной тяжело на это реагирует, всю ночь не спит, испытывает сердцебиение, страх смерти, выписывается на следующий же день. В течение пяти-шести дней держится страх смерти, сердцебиение, тягостные, разнообразные ощущения во всем теле. С этими явлениями поступает в санаторий, остается целиком во власти непереносимо тягостных ощущений страха смерти, боится оставаться один, никакой патологии в неврологическом статусе. Первый же день, около 12 часов ночи, выбегает в одной сорочке из палаты, объятый страхом смерти, требует немедленного доступа к врачу, хватается за сердце с криками «Спасите!» умоляю, «Спасите!» умираю. После краткой, лаконичной и выдержанной в очень резких тоннах отповеди врача и приема большой дозы валерьяновых капель ложится спать. На следующее утро, совершенно нормальное самочувствие, очень смущен поищем накануне, просит извинения, запричиненное врачу беспокойство, не понимая, что со мной было, какое-то наваждение. Признаться, меня несколько успокоило то, чтобы на меня так набросились. Я подумал, не станет же врач так кричать на умирающего. Потом заснул, и теперь все прошло. В течение месяца в санатории, без малейших жалоб, спустя год заканчивает аспирантуру, спустя 3-4 года едет на кафедру в другой город. Очевидно, в данном случае речь идет о своего рода остро-щековой реакции, о тимогении, чему, несомненно, способствовала астенизация соматическим заболеванием и предшествующая смерть соседа, непривычная для больного специфически больничная ситуация. Напомним, что больной всегда отличался отличным здоровьем и никогда не соприкасался с медициной. Весь этот острый, чрезвычайно интенсивный, ипохондрический взрыв, в отличие от иатрогении, в широком смысле, собственно говоря, лишен элемента сколько-либо сложной психологической переработки, дуга патологического рефлекса замыкается почти не затрагивая коры. Все легко устраняется своего рода шоковым, однократным психотерапевтическим вмешательством. И в последнем обстоятельстве, несомненно, играет роль крепкая здоровая основа преморбидной личности, позволившая больному быстро преодолеть патологическую реакцию. Еще примечательное, в смысле эффективности однократного психотерапевтического вмешательства следующий больной, в некоторых чертах соприкасающийся с токой, что описанным. Больной П. 48 лет, 1945 год. Крупный архитектор, родом из крестьянской семьи, наследственность без патологии, рос и развивался нормально. Школа, вуз, очень успешно. Утверждает, что никогда ничем не болел. Поздний брак, спокойная семейная жизнь, на рабочую очень продуктивен, выдвигается. За три года до обращения ко мне защитил докторскую диссертацию в 1943 году тяжелый грипп, после которого совершенно декомпенсируются разнообразные тягостные синистопатии, связанные с ними ипохондрические опасения, принужден бросить работу, начинается хождение по врачам. Диагностируется вазовегетопатия, энцефалопатия. Один интернист находит миокардиодистрофию, другой таковую отрицает. Всевозможные виды лечения эффекта не дают невропатологам, категорически отрицающим органическое поражение головного мозга, направлен на психотерапию. Исходя из диагноза, ипохондрическое развитие личности после инфекции делается попытка детально разъяснить больному функциональный характер его расстройства, и к психическому переработку, и к концу третьего часа беседы, первой и последней. На прощание врач говорит больному, вот что, дорогой мой, вы всегда были здоровяк, а теперь вы растерялись единственно и только потому, что не умеете болеть. Принимайтесь немедленно за работу и перестаньте ходить по врачам. Через год больной присылает письмо, из которого явствует, что он последовал моему совету и чувствует себя превосходно. Он пишет, «Я сам толком не понимаю, как все это произошло. Выйдя из вашего кабинета, я почувствовал себя избавленным от какого-то безмерно тяжелого груза». И так далее. В 1947 году во время посещения меня по поводу одной своей родственницы больной подтверждает, что все было именно так, как писал, очень интенсивно работает, никаких жалоб. «Подобные описанным больные с реактивным в широком смысле ипохондрическим состоянием доступны психотерапевтическому воздействию. Однако, чем больше болезней в них приобретает характер ипохондрического развития личности, особенно обрастая обсессивными компонентами, чаще всего агора и клаустрофобией, тем упорнее они становятся в психотерапевтическом отношении. Трудно сказать, что подобном развитии личности играет большую роль особенности личности или степень нарушения вегетативной регуляции. Вопрос. Последнее. Конечно, легко допустить, особенно в случаях посттравматических и постинфекционных заболеваний, когда следует уже говорить с известным основанием об энцефалопатии. У некоторых, в некоторых случаях, очевидно, надо учитывать оба эти фактора и личностный, психологический, и патофизиологический, а также, конечно, как всегда и всюду, ситуационный. Все же, однако, эти больные с эпохондрическим развитием личности должны рассматриваться как объект психотерапии. Немалую роль здесь играет установление контакта и доверие к врачу. При этом условия, разъяснения, убеждения, все вообще указания и советы врача до больного доходят и им все же как-то ассимилируется. Когда такой эпохондрик чувствует во враче опору, источник бодрости, то это уже оправдывает систематическую, упорную, психотерапевтическую работу. Последнее требует, прежде всего, огромного терпения с обеих сторон, и если не всегда приводит к цели полному избавлению больного от его страданий, то все же в большинстве случаев приносит больному несомненную пользу. Понятно, что чем резче обозначена компонента вазобегетативных нарушений, как то имеет место после травмы и инфекции, тем труднее добиться положительного эффекта. Всегда в этих случаях требуется, прежде всего, основательное разъяснение больному, механизма того порочного круга, жертвой которого он является тягостное физическое ощущение, страх, тягостное физическое ощущение и так далее. такой спирали, в которую он попадает по выражению дюбуа. Надо неизменно добиваться разрыва этого порочного круга эмансипации ощущения от идиаторной компоненты страха. Тягостно, но не опасно эта формула, повторяя, пусть даже с утомительным для врача однообразием изо дня в день, даже из года в год, все-таки делает свое дело, каждый раз заново успокаивая больного. Полезно и в этих случаях демонстрировать больным опыт Бекона, чтобы показать от окулез, как представление формирует определенный иннервационный импульс, что в равной мере может обусловить как болезненное отклонение, так и устранение его. При психотерапии ипохондриков с явными вазовегетативными нарушениями может быть полезной тренировка покоя, заставляет больных проделывать два-три раза в день элементарно простое упражнение лежать в течение десяти-двадцати минут в удобной позе с закрытыми глазами равномерно дышать и сосредоточить все свое внимание на ощущении тепла разливающегося по всему телу. Подробнее смотрите страницу сто семьдесят шесть. чуть дальше и мышечные расслабленности многие больные отмечают положительный эффект такого рода тренировки в покое. Эту технику следует предпочитать прямой сугестии, поскольку ипохондрики последней обычно плохо подаются. Особую разновидность ипохондрических состояний составляет группа расстройств климактерического периода психотерапевтически очень неблагодарная, питаясь тягостными вазовегетативными нарушениями сопутствующими эндокринному сдвигу периода климакса. Ипохондрические опасения здесь часто бывают очень стойкими и при этом нередко приобретают специфический истерический характер даже там, где, казалось бы, нет к этому достаточных характерологических предпосылок. Это данные Тихона Гайера. Борьба с такого рода истеро-эпохондрическим синдромом в климаксе чрезвычайно трудна, поскольку и возраст, и патофизиология противодействуют самым настойчивым психотерапевтическим мероприятиям. Рано или поздно болезненные явления все же постепенно стихают, поэтому приходится неустанно обо всем этом напоминать, а что касается истерических тенденций, то наиболее правильная тактика в этом отношении невозмутимо корректное пренебрежение, каковое должно быть по возможности привито и окружающим больного близким. в отношении всех очерченных здесь в основном реактивной формы похандрии правомерно требования от больного той жизнедеятельности в труде, в быту, какая раньше имела место. Конечно, такая формула звучит несколько абстрактно, особенно в тех посттравматических, постинфекционных, климатерических случаях, где крайне трудно и невозможно определить удельный вес вазовегетативных нарушений, приходится идти на те или иные уступки и предписывать режим покоя и отдыха, но во всех тех случаях, где явно превалирует идиаторная компонента необходима максимальная требовательность в отношении жизнедеятельности пациента. Здесь именно уместно требование Бернгайма. Байкотируйте ваши страхи. Не всегда, конечно, но часто эта формула дает результаты, иногда даже настолько ощутимые, что и больному, и психотерапевту остается только удивляться. Вторая группа эпохондрических состояний, с которой психиатру особенно часто приходится иметь дело, это эпохондрическая форма шизофрении, несмотря на то, что эти формы признаются психотерапевтически абсолютно резистентами, на них необходимо особо остановиться. Очень часто эти больные направляются и психиатрами, и невропатологами, и тем более терапевтами к психотерапевту. Общеизвестно, что в этих случаях возникает подчас огромные диагностические трудности. Правомерность выделения эпохондрической группы шизофрении, восходящей, собственно говоря, еще к Ойгену Блойлеру, едва ли может оспариваться, но все же в ряде случаев окончательная диагностика очень затрудняется подозрениями интернистов на наличие какого-то не до конца распознанного токсикоинфекционного процесса латентной инфекции и тому подобное, особенно при наличии субфибрилитета с теми подчас бурными вазовегетативными расстройствами, которые заставляют думать о какой-то диэнцефалопатии. Здесь речь не идет, конечно, о тех случаях, где приходится говорить об ипохондрическом бреде в узком смысле этого слова. Диагностика шизофрении не встречает особых затруднений, когда явно обнаруживается однообразная монотонная стереотипная жалоба о спонтанность, эмоциональная вялость, резонерство и так далее. Но там, где болезнь не имеет небольшую давность, где эпохондрические жалобы нагромождаются одна на другую, то и дело сменяясь, там дело, конечно, сложнее. В этих случаях, если, безусловно, удается исключить какой бы то ни было реактивно-психогенный генез, что требует, конечно, очень тщательного расспроса, и когда интернисты, несмотря на все старания, ничего определенного не обнаруживают, самым важным диагностическим критерием остается полная психотерапевтическая резистентность больного. Это требует уточнения сплошь и рядом, и эти больные проявляют известное предпочтение именно данному врачу стремяться чаще встречаться с ним, чем с другими, проявляя к нему большее доверие, отмечая некоторое, хотя бы и самое ничтожное успокоение после бесед. Но это нельзя считать психотерапевтическим эффектом в подлинном смысле слова. Ведь индивидуальные особенности врача, его тон, весь его стиль, о чем говорилось в общей части, конечно, могут иметь значение и для кахектичного больного раком, но именно когда констатируется только это мимолетное успокоение, когда все то, что говорит врач вообще никак не ассимилируется, когда ясно чувствуется, что все происходит по ту сторону логики, когда в конце концов врач принужден дать себе отчет о том, что все его высказывания, как бы они не были простые, логичные, убедительные, эмоционально насыщенные, сугестивные и так далее, являются ничем иным, как говором мимо цели, когда подозрение, тогда подозрение на шизофрению становится высокой степени вероятным. Интересно, что и сам Блёйлер в приводимом им примере ипохондрической формы шизофрении как раз и отмечает полную абсолютную неподатливость пациентки логики и убеждения, как мы уже упоминали, небесполезным психотерапевтическим подспорьем в работе с вегетативно стигматизированными ипохондриками является тренировка в покое, так называемая аутогенная тренировка, предложенная и Шульцем. Она сводится к тому, что пациент систематически приучается к погружению себя в состояние приблизительно соответствующего гипотоксии Форелля. Исходя из частых указаний пациентов на появляющееся при ведении гипноза чувство тепла и тяжести во всем теле, и Шульц полагал, что, идя обратным путем, то есть от чувства тепла и тяжести можно вызвать соответствующее гипнозу переключения сознания. Это чувство тяжести и тепла и Шульц рассматривает как следствие расслабления мышц и сосудов. Пациент должен натрениваться в такого рода расслаблении. Тренировка начинается с правой верхней конечности, у левшей с левой, больной с закрытыми глазами должен вызвать в себе интенсивное яркое представление о том, что правая рука его стала тяжелой и тем самым расслабить мышцы. Когда устанавливается чувство тяжести, он должен прервать его несколько раз энергично разгибая и сгибая конечность, глубоко вдыхая и открывая глаза. Положение тела при этом должно быть совершенно пассивным, исключающим по возможности излишне напряжение мышц. Лучше всего лежать на спине или сидеть в мягком кресле, положив руки на ручки кресла или же сидеть, свесивши верхнюю часть туловища вперед и вниз и положив предплечье на бедра, как извозчик на козлах. Резко сменяя состояние расслабления и напряжения, пассейн должен вызывать в себе максимально яркое переживание к контуру обоих состояний. Упражнения эти продолжаются не свыше 10-20 минут и производятся ежедневно около трех раз. Первоначально все внимание сосредоточено на правой руке, чувство тяжести, в которой, как правило, постепенно нарастает. В дальнейшем это чувство генерализуется, передается сначала другой руке и постепенно всему телу, когда больной научился сразу моментально вызывать в себе чувство тяжести во всем теле, он приступает к тренировке, воспроизведении, чувство тепла в той же последовательности, что и раньше. Постепенно по мере тренировки все сильнее сказывается сопутствующее переключение направленности сознания. Сознание обращается внутрь, погружается в себя и наступает состояние, в котором, как в обычном гипнозе, повышается сугестивность. Ссылаясь на собственные и проделанные в клинике Бергмана исследования и Шульц считает доказанным, что при этом имеет место не мнимое, а физиологическое усиление излучения тепла. С помощью такого рода тренировки больные приобретают способность регулировать в известной степени свой вегетативный аппарат. Если, например, речь идет об устранении остмоидного состояния, больные тренируются интенсивно воспроизводя мысленное ощущение бронхиального спазма и противоположное состояние нормального спокойного дыхания и в нужный момент приводит себя в то состояние, в котором ему удается субъективным путем добиться желаемых результатов. Приведенные к консторумам упражнения, равно как и некоторые другие технические приемы, предложенные Шульцем, должны быть анализированы советскими психотерапевтами в свете указан в свете указаний Ивана Петровича Павлова о большом значении тренировки нервных процессов как физиологической основе психотерапии, примечания редакции. Кроме того, и Шульц полагает, что тем же путем удастся овладеть и своими аффектами успокоения вегетативной сферы при достаточной тренировке приводит к уменьшению приглушать, приводит к умению, вернее, приводит к умению приглушать, когда это требуется, аффективное возбуждение вызывать своего рода ощущение нерванное. Мы охотно пользуемся описанным мероприятием, не придерживаясь, однако, в точности технических предписаний и Шульца. В иных случаях такого рода систематически применяемая больным тренировка в покое безусловно дает ощутимые результаты. Элемент сугестий в этой практике несомненно все же играет известную роль. Ну, вот такая вот глава, да, небольшая, под названием «Ипохондрический синдром и его лечение психотерапией». так, на этом я, доктор Джордж Горбатов, завершаю ощущение этой главы из книги доктора Консторума «Опыт практической психотерапии». прощаюсь прощаю с вами как всегда, как обычно, сердечно. Благодарю всех потенциальных слушателей этого ролика за проявленный ими интерес. Прощаюсь с вами до следующих чтений в в этом канале, на этом канале. Спасибо и до свидания.